Привет! Сегодня быстренько посмотрим книжные новиночки. Я отобрала то, что интересно мне в сфере, в основном, молодёжной литературы, потому что я молода душой. Я надеюсь, я всегда буду молода душой, когда спрашивают, кто из взрослых читает middle grade. Я такая... Поэтому, конечно же, книг выходит, в принципе, каждый месяц очень много. Если вы знаете какие-то новинки, которые интересны именно вам, то тоже делитесь имя обязательно в комментариях, и будем их обсуждать. Может быть, я что-то такое прям пропустила. Во-первых, Энджи Томаса, о которой мы говорили совсем-совсем недавно, в связи со скандалом в Твиттере, и книга «Вся ваша ненависть» выходит у нас в июле-августе в издательстве Popcorn Books. История про темнокожую девочку, которая стала свидетельницей, мягко скажем, трагичного, трагического случая. Когда полицейские застрелили безоружного темнокожего мальчика, который был её другом. И снят уже фильм, фильм уже показан. Я, правда, не знаю, как мне не было в России, был ли он у нас в кинотеатрах, но мне кажется, что был, потому что вроде как на кинопоиске всё по-русски написано. Я могу ошибаться, конечно. Далее, никто об этом не узнает, Рита Навьер, это наш русскоязычный автор. Мне очень понравилось оформление её книг. Посмотрим, насколько они будут интересны именно читателям. Я имею в виду в плане оформления, насколько они будут привлекательны. Потому что то, что для меня выглядит симпатичным, в реальной жизни может не пользоваться большим спросом. Никто не знает. Это практически всегда лотерея. Это любовный роман молодёжный, от ненависти до любви. Я раньше любила такие сюжеты больше, признаться честно. Когда я в жизни с таким столкнулась, и я видела это своими глазами. Знаете, картина не такая приятная, когда ты об этом читаешь в книжке. Поэтому, мне кажется, этот троп слишком романтизирован. Я всё ещё, как бы, вроде бы хочу читать такие книги, но определённо уже не с таким энтузиазмом. Ещё один молодёжный любовный роман, тоже, по-моему, 18+. Спаси меня, Моны Кастен. Кастен? Моны Кастен, я думаю. Это говорят, что похоже на после. Я не читала после, я не смотрела после экранизированную версию. Я, правда, видела автора вживую. И не знаю, иногда, когда сначала видишь автора, а потом уже видишь его книги, отношение к книгам сразу какое-то другое. И я очень боюсь, как бы, из-за того, что я видела автора. Я не знаю, может, это даже звучит тупо, но у меня какая-то определённая предвзятость была уже к тому, что она пишет. Поэтому, когда я узнала, что выходит «Спаси меня», такая, why not? Я пострадаю и... Или, наоборот, наслажусь. Насладюсь. Буду наслаждаться. Я, в принципе, не против такого рода литературы. Она определённо имеет своего читателя. Тем более, что, так как похожа на после, я думаю, новинка будет достаточно громкая. И поэтому хочется мне поделиться с вами. Вроде бы обещали мне копию раннюю. Поэтому, может быть, даже в день выхода я поделюсь с вами мнением. Далее, Марк Мэнсен написал ещё одну книжку, кроме «Тонкого искусства похи... похи...» Просто по Фрейду пофигизма. Она называется «Всё хреново книга о надежде». Я думаю, тут, в принципе, даже объяснять не надо, о чём книжка. И мне интересно чисто из-за того, что «Тонкое искусство пофигизма» на меня произвело достаточно сильное впечатление. И мне интересно, что ещё автору есть сказать. Потому что иногда, когда у человека есть какая-то идея, он всё крутит вокруг этой идеи. И у него, в принципе, ничего более такого свежего и нового особенно нет. Поэтому я бы прочитала, у меня нет надежд по поводу этой книги. Возможно, это чисто молокодоилка, когда вот успех первой книги, и надо что-нибудь ещё написать, придумать что-нибудь. Это вполне может быть этот сценарий. Интересная новинка выходит у корпуса «Джесси Болл стоит только замолчать». Называется книга, мне очень нравится. Обложка, не знаю, как вам. Напишите, пожалуйста, какая обложка вам больше всего нравится из того, что я сегодня показала. Тоже интересный вопрос такой. Это история про японский городок, в котором происходит, по-моему, убийство. И ловят преступника, который во всём сознался, а потом он замолкает. И когда его ведут на допрос, он больше ничего не говорит. И его сажают в тюрьму, но он ничего не говорит. Он больше никак не комментирует произошедшее. И, собственно, эта книга, это уже такое новое расследование, насколько я понимаю, вот что же тогда на самом деле произошло, и почему преступник или непреступник на самом деле замолчал. «Моя леди Джейн Синтихэнд», «Джоди Мэддлз» и «Броди Эштон» выходят в августе. Наконец-то! Об этой книге я рассказывала вам, наверное, полтора года назад, может быть, год назад. И тогда я была от неё в полнейшем, абсолютном восторге. Очень-очень классный молодёжный роман. Он необычный, он свежий. Такого вы не читали, такого вы не видели. Это роман, основанный на реальных исторических... На маленьком реальном историческом событии, просто крохотулечном. И туда добавлены элементы фэнтези. И всё это немножко причудливо и странно. Но при этом выделяется очень сильно на фоне всего, что есть. Я, так понимаю, буду переводить всю серию. Вторая книга мне, к сожалению, не очень понравилась. Но они отдельные, они вообще никак не связаны. Поэтому рекомендую первую к прочтению очень-очень сильно. В «Индивидууме» в июле выходит книга, которая называется «Живи, вкалывай, сдохни». Репортаж с тёмной стороны Кремниевой долины. Это, по сути, такое исследование, что там на самом деле происходит. Возможно, я рискну предположить какие-нибудь интервью. Или просто какой-то больше инсайд, наверное, как там всё на самом деле устроено. Думаю, это достаточно интересно. Тем более, что в 21 веке Кремниевая долина, а то ещё чудо света. Книга, про которую я тоже рассказывала и которая выходит в июле в иностранке, возможно, уже даже вышла. Если что-то вышло, то я постараюсь написать об этом в описании. «Безумно богатые азиаты» Кевина Квана, книга толстая, написана слишком просто, слишком местами. Но такая быстро проглатываемая, что просто... Фильм мне тоже понравился, кстати. Наверное, немножко не так, как книга, потому что книга запомнилась больше своей сконцентрированностью на личной жизни богатых людей. Прямо такой подробной. И там множество персонажей мы за ними можем слить, потому что объём позволяет. Фильм это, конечно, немного другая история. И закон о сценаристике работают совершенно не так, как пишутся книги. Поэтому я бы, наверное, скорее порекомендовала книгу. Но, в принципе, если вы можете выбирать только что-то одно, то не имеет особого значения. Далее. В июле выходит новая книга Меган Миранды. «Найди меня, если сможешь». Мне очень понравилась «Незнакомка». Первый роман, который перевели на русский язык. И поэтому я бы с удовольствием следила за тем, что дальше выходит у автора. И, в принципе, даже в этом плане сюжет мне уже особо не нужен. Книга, которая, возможно, кого-то из вас заинтересует, потому что очень-очень громко она прошлась по зарубежному Буктьюбу. О ней говорили все. Абсолютно все. Может быть, это связано с такой активной рекламной кампанией. Может быть, действительно очень классная книга. У нас на Live Libia у неё рейтинг 3.86, что достаточно высоко, на мой взгляд. Адам Силвера. В конце они оба умрут. Такая фантастика, что ли, про некое приложение. В котором можно узнать, когда ты умрёшь, в день своей смерти. И тебе дают, собственно, последний этот день, чтобы ты его прожил так, как ты хочешь. И в один прекрасный день два мальчика получают сообщение о том, что сегодня они умрут. И поэтому роман так называется. Говорят, что грустный. Я думаю, по названию это, в принципе, понятно. Чисто рассказываю вам из-за того, что очень много внимания роман привлёк. Я не люблю романы, где я знаю финал заранее читать, Мастер Йода. И при этом, в то же время, я не рассчитываю на Адама Силвера, как на какой-то интересный слог, сюжет и так далее. Потому что, в принципе, я думаю, что он будет вполне ожидаемым. Если вы читали оригинал, то скажите мне, так это или нет. Мне нравится получать что-то неожиданное. А тут прям вот и по названию, и по... Мне кажется, что ты знаешь, что ты получаешь. Что... Как в Яралаше, да, было что в коробке, то и на коробке. Я думаю, что здесь что в коробке, то и на коробке. У Анны Джейн выходит новый роман, который называется «Поклонник». Он такой немножко креповатый, в отличие от её предыдущих работ, судя по описанию. Про девушку, у которой появляется некий поклонник. И она в какой-то момент становится зависима от его внимания. Но там, наверное, всё не так чисто. И, возможно, он даже хочет что-нибудь плохое сделать. Но я не знаю, это мои предположения. У меня только что хрустнула кость в ноге. Я не знаю, было слышно или нет. Я очень хочу дочитать её дилогию «Любовь-ненависть, ненависть, любовь». Я была когда в книжном, и я посмотрела на ценник, типа, 600 с чем-то рублей. Такая, типа, чего? И поэтому я пока... Мне надо выйти на работу, чтобы получить зарплату. И, короче, тогда я дочитаю. Это вот чисто вопрос вот этого. Далее. Дарья Сойфер. Я вам про неё очень много рассказывала ещё до того, как её начали издавать в Эксмо. Сейчас у неё вышло 5 книг уже. Вот эта книга пятая. Она называется «Секрет фермы». Единственный её любовный роман, который я начала читать, и я не купила подписку. Потому что этот роман шёл у меня хуже всех. Именно с самого начала. И мне было не особо интересно. Но я понимала, что если я куплю его в бумажном варианте, то я его дочитаю до конца. И я доверяю Дарье достаточно, чтобы предположить, что дальше там всё пошло гораздо быстрее и интереснее. Но просто если предыдущие работы меня прям захватывали с первых строк, то вот с этой, с «Секретом фермы» не получилось. Наверное, потому что завязка была очень долгая. Вот я так сейчас начинаю думать, потому что я прочитала там пару глав. Я думаю, просто очень долго подводили к основной завязке. Не к основной, просто к завязке. Поэтому всё равно, наверное, думаю, буду читать. И даже в бумаге, наверное, будет лучше, чем. О Софиде Гильнуази. Без понятия, как это произносится, я надеюсь, что правильно. «Как я решила умереть от счастья». Книга, которая... Просто вам нужно услышать аннотацию. Сильвия Шабер. «Плоская, сутулая брюнетка, которая не настолько уродлива, чтобы её жалели, и не настолько хороша, чтобы её желали. Полностью отчаявшись к 45 годам устроить личную жизнь, она решила прикупить себе место на кладбище. Но раз убирать так с музыкой перед смертью, надо с кем-то об этом поговорить. И Сильвия отправляется на приём к психотерапевту. С тех пор её плавно идут наперекосяк. Вместо того, чтобы сидеть и плакать в одиночестве, женщина, выполняя задания психотерапевта, попадает в комичные ситуации, которые меняют её взгляд на жизнь и вселяют веру в светлое будущее». Мне нравятся аннотации. Я обычно не зачитываю аннотации вслух полностью. Но тут прямо она очень грамотно составлена, и она меня зацепила как читателя непосредственно. Обложка тоже симпатичная достаточно. Я бы прочитала, вот прям очень-очень заинтересована. Единственное, наверное, у меня какие-то возникли сразу ассоциации с... Я не читала 50 дней до моего самоубийства, но у меня сразу какие-то типа... Я, кстати, это офф-топ, конечно, посмотрела видео Антона про продолжение этой книги, этого романа, который называется «Абиссаль». И я это Антону сказала лично, и я готова это повторять вечно, но у меня есть очень-очень мягкое ощущение, что он слишком жёсток по отношению к бедной девочке, и я не верю, что всё так плохо. Поэтому, может быть, меня прочитать, я прям уже заинтересована просто, чтобы понять, я права или нет в этом плане. Но я не верю, что всё так плохо, не бывает так плохо. «Я твой должник» Софи Кинцеллы. Новинка. И, по-моему, достаточно долго мы ждали. Она пробовала себя в качестве автора Янга Далта. Там, насколько я понимаю, не такой был, конечно, бешеный успех, как когда она писала Шопоголика, но что, в принципе, ожидаемо. Повторить такой успех, я думаю, что вряд ли ей уже удастся. Но чисто как доверие к автору, я думаю, что интересно будет взглянуть и просто так, да, для информации. Вопреки всему, как мечтать, чтобы точно сбылось, опять же, из той же серии, что и предыдущая, Барбара Шер известна своими другими работами о мечтах. Опять же, мне интересно, есть ли ей ещё что сказать, или это очередная малогодаилка, где вот мы пишем продолжение, потому что есть некий спрос. В любом случае, я заинтересована посмотреть, что там будет. И новинка, которая выходит пока только на английском языке, в сентябре она выходит, называется Frankly in Love, Дэвида Юна. Дэвид Юн — это муж Николы Юн, который написал весь этот мир, и который написала «Солнце тоже звезда», романы пользуются популярностью у нас в России и на Западе тоже. И мне уже понравилось название, и уже понравилось описание, я чувствую, что это будет просто бомба. Во-первых, в «Frankly in Love» там идёт игра слов, и не только как основное значение, но и как «Frankly». «Frankly» — это имя-фамилия главного героя. Поэтому получается, что не только «Frankly in Love», но и «Frankly in Love» — «is in love», как вы понимаете. Во-вторых, это история про мальчика азиата, я не помню его национальности, но я думаю, судя по всему, кореец, наверное, судя по фамилии самого автора. Про мальчика, которого родители хотят, хочу, хотят, чтобы... Я такая косноязычная, иногда сама себе удивляюсь. Хотят, чтобы он встречался с девочкой его национальности, а у него уже есть подружка, и так как они живут в Штатах, то его подружка, соответственно, американка. И он нанимает себе девочку, которая должна сыграть роль его девушки, которая является, собственно, одной с ним национальности. Очередная история о фальшивых отношениях, и если там закончится всё не так, как мы себя представляем, я думаю, мы будем расстроены. Ну, то есть, бывают клише и жанры, где эти клише необходимы для того, чтобы читатели, покупая книгу, точно знали, что там будет. То есть, как я говорила, да, про Адама Сильверу. Я не заинтересована вот в таком типе литературы, но в таком типе именно любовной линии я очень заинтересована. И когда у меня, например, определённое настроение, или мне хочется чего-то прям конкретного, я точно знаю, что я открою, я дочитаю, и я такая, да, в конце они были вместе, и там всё было хорошо. Я очень-очень надеюсь, конечно же, что у нас эту книгу переведут. Можно уже, наверное, бежать покупать права на перевод. Можно просить меня перевести, я согласна на всё. Я уже чувствую, что это будет что-то крутое. Мне нравится идея. Она, да, такая стереотипная, мы это уже много раз видели. Ну, по-моему, прикольно. Не знаю, я бы почитала в любом случае. Вот, я напоминаю вам, что если есть ещё какие-то новинки, которых вы ждёте, делитесь в комментариях. Давайте вместе посмотрим, что интересного вы знаете. А я всегда ваша. Пока.